Самая защищенная и красивая банкнота. Ровно неделю радовала жителей и гостей города выставка, посвященная Дню национальной валюты. Как создавали тенге, как он развивался за прошедшие 28 лет, обо всем этом можно было узнать в резиденции Аблайхана. В заключительный день экспозицию посетила и наша съемочная группа. На выставке можно ознакомиться с тем, как менялась национальная валюта за 28 лет. Увидеть первые банкноты или же примерный дизайн невыпущенных. А еще собраны здесь коллекционные монеты, каждая приурочена к значимым событиям или же людям. Александр Нури Ахметов узнал о выставке музея через социальные сети и специально выделил свое время, чтобы ее посетить. Ведь со старыми купюрами у него связаны ценные воспоминания из прошлого. Он родился и вырос здесь, но последние четыре года живет в городе Сочи. Решил, раз уж он здесь, почему бы не посетить музейный комплекс. Ровесник независимости считает, что изображение на банкнотах дает целый пласт знаний о целой эпохе. Прежде всего у меня приятные воспоминания из детства, связанные с Тинге. И именно для этого я и пришел сюда, чтобы освежить в памяти краски купюр людей, изображенных на купюрах, вспомнить, как это было в начале становления. Мне очень нравится бумажный эквивалент сейчас денежный, очень действительно красивые купюры. Насколько я знаю, они даже ценятся за границей. Казахстанский Тинге признан лучшей банкнотой трижды, к тому же у него 20 степеней защиты. Поэтому Тинге в числе самых защищенных валют мира. Экземпляры первых купюр изготовлены в 1992 году в Англии фирмой Харрисон и сыновья, за что ее наградили золотым знаком королевы Великобритании. Тинге был успешным экспортным продуктом Соединенного Королевства. За неделю четыре самолета Ил-86 доставили банкноты из Великобритании в город Уральск, то есть в Казахстан. 18 рейсов потребовалось для этого, они все были засекречены. И за восемь рекордных дней деньги развезли по банкам страны. В 8 часов утра 15 ноября 1993 года стартовал обмен. Взрослый человек мог обменять до 100 тысяч рублей. А вот первые монеты появились в стране позже. Их чеканили в Германии из особого сплава. Сейчас же на территории Казахстана расположен свой монетный двор и банкнотная фабрика. Такая удивительная история валюты и привлекла горожан. За неделю выставку посетили более 100 человек. Газель Закарьяк, Азбек Арыгбаев. Новости МТРК.